На моей памяти дело-то было. За два месяца мы своими силами построили двухквартирный дом. Было это летом 1989-го. Дело было на севере. Строили мы из бруса. Это сегодня и сейчас. Стройка стала кошмаром, выедающим финансы. Нам просто внезапно понадобились дворцы. И многие из дворце-строителей плодами своего творчества порадоваться не успели. Их место в более скромных условиях и под землей. Но понимать-то надо. Строительный бум был реален, когда не заморачивались в материалах и квадратных метрах. Сегодня и сейчас так же реально построить дом за год. И даже в Магнитогорске. Потому что есть рынок на автомобилистов. Потому что есть здесь магазин, крепеж по оптовой цене. Ну, в общем-то, амбиции хорошие. Хватит зарабатывать на Магнитогорсах. Достаточно зарабатывать на объеме. Как это делает наш любимый Китай. И всем хватит. И можно будет и дом построить, и вы построите дом в два раза дешевле. И для этого необходимо приехать куда? Ну, есть такой рынок. Сюда сослали всех. Были такие места. Потом кончились торговые центры, где были представлены строительные материалы. А люди-то и не пожалели. Приехали просто сюда на автомобилистов 8D. Улица автомобилистов параллельно улице Вокзальной. Ну, так вот. Там, сзади меня, на север. То есть, это самая северная правобережная улица города Магнитогорска. И по Вокзальной, не доезжая к ладокомбинату, поворачивать направо. В принципе, каждую субботу и воскресенье здесь народа валом. Ну, вы же должны зарабатывать деньги и знать, где продается самый дешевый крепеж. Качественный крепеж. Теперь разница в цене. Разница в цене – это два раза. То есть, в городе крепеж стоит 60 рублей за килограмм. А здесь килограмм гвоздей, при этом без разницы. Двухсотка или сотка, моя любимая. Вам обойдется в 31 рубль 80 копеек. Гвоздь был и есть главным строительным материалом. Его важность для страны, построенной из леса, построенной быстро и на века очевидна. И мы еще посмотрим, что станет со шлакоблочно-пенопласта утепленными домами в виниловом сайдинге. Потому что дома в Верхневральске, дома из дерева, стоят уже сотни лет. Но это к слову. Теперь про крепеж. Здесь в павильоне 50 его много. Он надежен и он самый дешевый. Ну, по крайней мере, из того, что я видел. Все, что нужно для того, что держит и фиксирует, есть. Не верите? Проверьте и сэкономьте. И особенно любят в этом павильоне номер 50 тех, кто зарабатывает деньги. Но кто у нас зарабатывает деньги летом? Это окончики. Это трубопроводчики. И для трубопроводчиков замечательный прораб. По very special price. То есть по очень специальной цене. Вот он. Но тот, кто зарабатывает на установке окон, должен знать, что приехав сюда на рынок на автомобилистов, вы здесь можете себе купить самую дешевую пену в городе. Пена-титан. То есть вы берете же много, вам же надо подешевле. И пена-титан, если вы берете упаковкой, вам обойдется в 185 рублей. Ну, кстати, почему окончики? Любой человек, который начинает ремонт, берет, как правило, ну, много пены. Потому что это универсальный инструмент. Он прекрасно помогает вам заделать любые щели. То же, что даже коробочку взяли, денежки сэкономили. Да и неужели такое случилось, и мы не раскручиваем гламурные салоны? Да, это случилось, и нам приятно видеть богатеющих горожан, которые богатеют не от того, что им повышают зарплату. Такого в этой стране в Конституции не прописано. А богатеют, потому что тратят меньше. Тенденция хороша еще и тем, что в году текущем, правильно понимая, где таришься, на стройке, либо ремонте, можно сэкономить до 30-50%. Особенно, если часть материалов, либо инструменты. Берешь в строй Уралопти. Это 49-й павильон торговых рядов на автомобилистов. Все мы получили квиточки, да? Нормальные квиточки. С ценами за кварплату. Я, конечно, не совсем понимаю, почему у меня кварплата за месяц равна кварплате за год в Турции. Что-то умом я не пойму. Возникает вопрос, может быть, все-таки домик в деревне? Как построить домик в деревне дешево? Вот для этого есть рынок на автомобилистов. Всем необходимо просто сюда приехать, перед тем, как начать вообще что-то смотреть. Потому что, ну, надо брать подешевле, естественно. И желательно получать еще и подарок. Ну, к примеру, без утеплителя вы не обойдетесь. Даже если у вас дом из дерева. Так вот, пять взяли и один в подарок. Ну и мы были бы не нами, если бы не нарыли новинку и не показали, как это работает. Честно говоря, я не думал раньше, что мне так понравится вот эта тема «Дом, милый дом». Цель, в принципе, этого проекта была ремонт в своей квартире. Теперь ремонт закончился, а проект и не умер. Потому что, ну, теперь будете вы делать ремонт. Мы, может быть, еще что-нибудь построим. В конце концов, работа всегда хватает. Чем работать? И с гордостью представляем, вот этот магазин на диване. Вы бошевский инструмент любите, а вот есть бортовский инструмент. При этом, какая гарантия у этого инструмента, как вы думаете? У этого инструмента гарантия семь лет. Представляете, в строй Урал Опти появился такой инструмент, который семь лет вам будет служить. Если что, его поменяют. Бесплатно, естественно. Но, есть здесь еще кое-что. Теперь внимание. Всем, кто любит шуруповерты. В том числе, и мой братишка. Раньше были шуруповерты на никель-кадмиевых аккумуляторах. Сейчас зубровский шуруповерт на литий-ионном аккумуляторе. Видите, маленький-маленький. То есть, он будет работать в три раза дольше. Отдача у него выше. Это 12-ти вольтовый. А есть и 18-ти вольтовые шуруповерты. То есть, представляете, да, зверюга. Чтобы показать силу этого зверя, я продемонстрирую обыкновенный эксперимент. Я, в принципе, мальчик такой сильненький. И вот так вот. Сильный.